Досмотрите, друзья, этот ролик до конца, и вы узнаете секрет, главный секрет успеха сильнейшего человека планеты, Мариуша Пудзановский, много лет подряд удерживающего этот титул за собой и даже близко никого к нему не подпускавшего. Оказывается, Стефан Диас знает Мариуша, не просто знает, он даже тренировал его, готовил к боям, они много, естественно, разговаривали, и Мариуш поделился со Стефаном данным своим секретом. Смотрите и получите массу полезной информации. Особенно в эру великих заруб на Вортекс и всего, что с этим связано, многим будет очень полезно подчеркнуть невероятно полезные знания, извините за тавтологию, как грамотно готовиться к соревнованиям подобного типа, так, чтобы на самих соревнованиях не задыхаться, а наоборот, чувствовать себя легко и спокойно. Смотрите до конца. Давай. Делитесь данным роликом в своих соцсетях. Физкульт-привет, друзья и ученики. Я снова в гостях у Стефана в Кайзер-юниверсити. Всем привет. Кто еще не знает, если вдруг есть такие люди, Стефан является профессором, он сам спортсмен. Он также сотрудник лаборатории Виктора Николаевича Силуянова, был учеником Виктора Николаевича, работал совместно с Виктором Николаевичем. Также Стефан 8 лет подряд был одним из главных тренеров American Top Team. И является также консультантом сайта fit.samba.ru. Обращаю на это ваше особое внимание. Заходите на этот сайт, найдете очень много полезной информации. А вообще, кто хочет больше знать, наберите в гугле Стефан Диэс и почитайте, чтобы вы понимали, какого уровня человек, какими знаниями обладает. Именно поэтому я стараюсь как можно больше этих знаний получить сам и поделиться с вами. Хочу напомнить вам, что вышли в свет две мои книги. Отдельно для девушек, отдельно для парней. Серия факт фитнес. Вы обязаны изучить эти книги, если вы являетесь персональным тренером, инструктором. Если вы хотите получать грамотные знания о том, как правильно начать тренироваться. Чтобы не навредить себе. И самое главное, чтобы вы шаг за шагом, ступенькой за ступенькой поднимались, улучшая свое здоровье. Я занимался, друзья, стронгменом. Скажу вам, действительно сложная дисциплина. Ну, как? Нужно, во-первых, тренировать свой и аэробный, и анаэробный порог. Потому что стронгмен, вы знаете, это как квинтэнсенция всего. Это и сила, и выносливость. В первую очередь нужно тренироваться как пауэрлифтер. Делать тяжелые приседания. Нужно быть очень хорошо подготовленным в дедлифтах. Потому что спина будет регулировать все. Тренировать силу хвата. И, естественно, все, что говорят Стефан и сотрудники лаборатории о окислительных мышечных волокнах. То есть стронгмен это универсальный солдат. Ты должен быть максимально развит. Да. Но сила в первую очередь. Сейчас. Я могу сказать пример. У меня было возможно тренировать Мариус Пудзеновский. О, это самый известный. Мариус Пудзеновский. Ты тренировал, Мариус? Я тренировал не по стронгмену, а по миксфайт. Да, когда он пришел. Да, да, да. И выиграли бобсап и несколько боев. Он приехал в Америку топ-ти. Я не знаю. Да, Мариус Пудзеновский. И что, когда ты работаешь с таким уровнем спортсмена, что ты делал? У меня есть наука, да? Но у него есть практика. Я сам спросил у него. Что ты сделал? И он сказал, что вот, я сам тренировал. Сказал, что его дядь, дядь Мариус Пудзеновский, он бывший штангист. И он помог ему базовые упражнения. Жим лежа, приседания и становая тяга. А после этого он сам по себе. И он сказал мне, обычно люди не так делают. Потому что если есть камень, да? Ты хочешь работать на камень. И если камень, ты можешь, допустим, ты должен во время соревнований сделать это действовать пять раз. Например. Быстро, причем на скорой. Он начал, окей, сначала я буду работать больше весом, чем этот, который я должен. Сначала на силу внимания. А после этого уже на расстоянии, которое я должен сделать, допустим, пять раз, туда и обратно. А теперь, что я буду делать? Это Мариус сказал мне. Буду быстрее это все, это пять раз. Стараться. А теперь, что я буду делать? Что буду делать? Я буду двадцать раз. Он начал свой объем увеличивать пять раз, потом семь раз, потом десять раз, потом двадцать раз. Он сделал. И тогда начинается очень, extremamente думать, что ассанга и сильно это важно. Но сильно он начал уже увеличивать свои венослевость. Силовыми упражнения. Именно поэтому. Но это очень сложно. Надо отдаю. Психическость сильно. Он сказал, что сумку сделали, две сумки, очень, очень... Походка фермера называется. Да. Но он создал специальности, более тяжелые. Каждый по 100 килограммов, что он сказал. И он начал ходить, все расстояния поля, знаешь, футбольный поля, все расстояния поля, потом обратно. И так он тренировал. Я скажу больше, ты совершенно прав. Я смотрел все его выступления. Он, по-моему, единственный, кто три года подряд или четыре становился чемпиона мира. Пять раз, да-да, пять раз, потом восемь раз в Европе, пят раз в Европе, да, пят раз в Европе, всего. Один раз после соревнований подошла к нему журналистка и спросила, Марьюш, как вы... А вот то, что тресал, он на соревнованиях делает все это, кажется, очень легко и быстро. Ага. И быстрее. И быстрее. Поэтому на соревнованиях он просто отдыхал. Да, супер. Вообще человек очень хороший парень. Он где сейчас живет? Он... Его брат... Уехал к себе в Польшу? Польшу, ага. Он еще вступает в Mixed Fight KSW. KSW. Три. Партнер сегодняшнего выпуска Animal Northrop. Лучшая гармошка, друзья, которую вы можете себе позволить. По промо-коду, который вы видите сейчас на экране, вы получите скидку на сайте Animal Northrop. Друзья, хорошо, что вы посмотрели данный ролик. Теперь вы знаете главный секрет необычайной силы и выносливости Марьюша. Но хочу обратить ваше внимание, что любой спорт, любые тренировки на достижение результата, это не есть здоровье. Поэтому воспринимайте данную информацию только как ознакомительную. Естественно, если вы не хотите порвать шредера на ближайших играх Vortex. Спасибо, что смотрите. Обязательно ставьте лайки. Пишите в комментариях, знали ли вы Мариуша. Кто, на ваш взгляд, является сильнейшим человеком планеты всех времен и народов. И не забывайте делиться моими роликами в своих соцсетях. А также писать комментарии. В комментариях пишите ваши вопросы для Стефана, которые вы хотели бы услышать в роликах, где Стефан отвечает на ваши вопросы. Все это совершенно бесплатно, поэтому, друзья, лайк и комментарий с вас, если вы здоровый, адекватный человек. Всем сухой мышечной массы. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем пока. Все, не будем им чаем, ребята. Давай, тренируемся. Вперед. Все, не будем им чаем, ребята.